Открывать миру свои таланты и умения, приносить людям радость и хорошее настроение, делиться знаниями и информацией. Казахстанская Медиа Академия представляет ежедневные истории о том, как обаятельные и харизматичные становятся медийными. Присоединяйся! Всем привет! С вами Нурия Сипатаева и Казахстанская Медиа Академия. Представьте себе урок, который полностью состоит из рифм и гармонии прекрасной поэзии. Конечно, я говорю о курсе «Художественная речь», который в нашей Академии читает Анатолий Иванович Адаменко. Цель творчества, самоотдача, а не шумих, а не успех, позорно ничего не знача быть причиной на устах у всех. Анатолий Адаменко, фонолог, автор технологии и фонетические особенности вокальной и словесной речи высокого стиля. Вы смотрите на море и ваши мысли. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Я не допускаю тавтологии. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Я передвигаю акцент и тавтология уходит. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Обратите внимание, скрипит, а не скрипит. Скрип – это когда по стеклу проводишь пером. Но в наше время это было, и сейчас у вас перьев нет. Стекло скрипит, а мачта скрипит. Она плачет от того, что она сейчас может сломаться. Это страшно. И мачта гнется и скрипит. Увы. Он счастья не ищет, и не от счастья бежит. И реприза, окончание. Под ним струя светлей лазури, вода светлая, лазурь, да? Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой. А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Он не боится. Ему надо обязательно, чтобы конфликт был, да? Он с морем хочет конфликтовать. Поехали. Белеет парус одинокий. Ой, запи, парус. Белеет парус одинокий. Вот соберите все слова к одинокий. Выделите слово одинокий. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он? Зачем ты и толкнула? Что ищет он в стране далекой? Сама. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родного? Уроки Анатолия Ивановича не проходят даром. И мы уже немного, но говорим правильно. Я думаю, что для каждого человека нужно уметь правильно звучать. Играют волны, ветер свищет, и мачтогнется, и скрипит, увы. А вот здесь, увы, надо сказать на одном дыхании, слитно с первой фразой. Послушай. Играют волны, ветер свищет, и мачтогнется, и скрипит, увы. Вдохнула. Он счастье не ищет, и не от счастья бежит. Играют. И волны, ветер свищет, и мачтогнется, и скрипит, увы. Он счастье не ищет, и не от счастья бежит. Под ним струя светлее лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Какой в бурях покой? Утонешь и покой, да? Вот это надо показать и интонации, как будто в бурях есть покой. Как в тумане море голубом, что ищет он в стране далеко, что кинул в краю родном, играют волны, ветер свисит, и мачка пьется и скрипит. Увы, он счастье не ищет, и не от счастья бежит. Под ним струя светлее лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Вот все слова отдельно, как пишутся, так он их читал, да? Он их не соединил. Белеет парус одинокий, в тумане море голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Ну, ему простительно, просто я вам говорю, что мы в быту так говорим. Вот очень много вот этой акцентуации, ударений вот этих. Их не должно быть ударений в нашей речи. Мы их придумали сами. Мы слова пишем раздельно не для того, чтобы их раздельно читать, а для того, чтобы их удобно было менять местами. А читать их надо монолитно, чтобы одно слово приклеивалось к другому и фраза закончилась на запятой или на точке. Уроки Анатолича Ивановича Адаменко непростые, но в том числе они очень эффективны. Да, уметь правильно звучать – это очень важно. Ведь если ты звучишь правильно и красиво, ты можешь продавать собственный голос. О том, почем нынче килобайт хорошего звука, расскажет Рустам Максутов. Я проведу для вас мастер-класс, как продавать собственный голос, как продавать рекламу и как на этом можно заработать. Это, скажем, основная составляющая того заработка, который ведущий, собственно, ведет. То есть, если вы ведете какую-то передачу, все круто, вы получаете зарплату, но получать свои кровные и больше, причем заработанные деньги, вы можете благодаря рекламе. Тех людей, которых я знаю уже очень давно, это Бибигуль. Она сейчас на Gokko FM работает. Она голос брендовый. Lexus, она брендовый голос Beeline. Уже много лет Теледва туда же, по-моему, прокладки какие-то там рекламирует, потом чай. То есть, люди к ней обращаются, причем это двуязычие. Это казахский и русский язык. Она устроила себе дома продакшн, то есть, купила себе микрофон. То есть, окупаемость, да, смотрите, я тоже себе купил микрофон. Я тоже себе купил звуковую карту, то, что обязано, ну, как бы, должно быть, в принципе. Звуковая карта, это внешняя звуковая карта, куда вы подключаете микрофон. Эта звуковая карта идет в компьютер, и там происходит запись этого всего. То есть, ну, нам нужен хороший компьютер, нам нужна звуковая карта, нам нужен микрофон и стойка к нему. Все это мне обошлось в 70 тысяч тенге. Вы будете использовать, как минимум, профессиональный софт, потому что это Adobe Audition, либо Soundforge. Да, это программа, которая позволяет вам профессионально записывать свой голос. И, исходя из ваших задач, вы должны себе определить софт. Там, например, Sound Empire, он только записывает голос и позволяет только обрабатывать голос, там, спецэффекты и так далее. Очень сложно туда накладывать, потому что нет мультидорожек. Я работаю в Audition, Adobe Audition, любую, там, можете, его пиратской версии в интернете, вот, валом. Хочу выразить благодарность Рустаму, нашему преподавателю-куратору, за дружественный тон, за искренность. Он честно говорит о своих прошлых ошибках в профессии, и это вызывает большое доверие. Он открыто делится своим опытом, пытается подсказать, предупредить, помочь, направить и научить для того, чтобы привести нас к персональному успеху. Спасибо. Там есть одно окошко, где вы, соответственно, записываете только голос, и есть второе, это мультитрек. Там у вас, соответственно, идут дорожки. Вот здесь у вас, например, на первой дорожке у вас голос, на второй дорожке у вас подложка. И все, вы таким образом монтируете, и вы вторую подложку, и первую подложку можете регулировать, накладывать эффекты, совмещать и так далее. Это очень удобный инструмент. Как чистка происходит? Мы записываемся, и наши вот эти, да, там, что мы неправильно там дыхание где-то перехватили, это все можно вырезать с программой, благодаря этой программе. Ахи-вздохи мы все убираем, соответственно, ролик у нас еще сокращается, но при этом мы должны не забывать, что должны быть естественные паузы между вашими точками, запятыми, тире и так далее и тому подобное. Потому что если мы будем тупо резать все, будет некруто и некрасиво, интонационно, неподчеркненно и неестественно. Вот Ержан Мукаш. Это Колос-бренд, Митсубиши, Синемакс, Пежо и все дела. Инфинити тоже его был. Это Ержан Мукаш, да. Сегодня у нас был урок с Рустамом Максутовым. Тема была, как продавать свой голос, как записывать рекламные ролики. На сегодняшний день можно сказать, что завтра вы меня будете точно слышать в рекламных роликах. Лично мне будет приятно услышать Юлю в рекламе аптечных препаратов, например. Ведь я знаю, что Юля дипломированный врач. Да, к нам приходят врачи, финансисты, юристы. Ведь следовать за мечтой не менее важно, чем получить надежную профессию. И разве плохо, когда эти две цели совпадают? С вами была Нурья Сипатаева и Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью! Казахстанская медиа-академия – это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия – стань медийной личностью! Я Анвар Джураев, Казахстанская медиа-академия – стань медийной личностью! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова